В наших сердцах происходит что-то невероятное. Оно наполняет и переполняет иногда даже слезы, но это слезы радости. А сейчас я хочу представить пастора нашей церкви Геннадия Ни, который откроет тайну Пасхи Христовой. Со светлым вас праздником! Пасхи. Я хотел для начала прочесть место на тему сегодняшней проповеди Пасха Наша Христос, заклан за нас. Это написано в первом послании к Коринфянам, пятая глава, шестого стиха. Здесь апостол Павел пишет, что нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска хватит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы безквасны, то есть без дрожжей. Ибо Пасха Наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Давайте мы склоним наши сердца и просто помолимся, чтобы Господь преломил это слово. Слава Тебе, всемогущий Бог Господь, Отче, Аллилуйя, Отец. Мы молим Тебя, открой нам частичку этого таинства Пасхой Христовой, этого святого праздника для всех христиан, для евреев, для мессианских евреев. И для тех, кто уже пришел и познал Тебя, для тех, кто еще придет. Тебе всемогущий Бог вся слава, честь, хвала и величие. Господь, Отче, мы благодарим Тебя за то, что мы когда-то Тебя познали, мы не знали Тебя. И пока мы Тебя не знали, мы были абсолютно мертвы. В наших грехах, в наших пороках, в этой греховной закваске, Господь, Отче. И только в тот момент, когда мы познали Тебя, истинного живого Бога, истинного и живого Господа Иисуса Христа, Который пришел с небес для того, чтобы спасти нас, только в этот момент наш дух, наша душа, она воскресла. И в нас сегодня сила Твоего Святого Духа. Если мы двигаемся, Господь, Отче, за Тобой, если мы послушны Тебе, если мы водимы Духом Святым, Слово Божие называет нас сынами Божьими, дочерьми Божьими, детьми Божьими, имеем власть быть детьми Твоими, и называть Тебя наш Небесный Отец, Ава-Отче, наш Папа. И Ты называешь нас, так говорит Слово Твое, дети, возлюбленные. Слава Тебе, Господь, за это, за эту честь и привилегию, которую Ты когда-то открыл, две тысячи лет тому назад, для всех народов. И мы сегодня обращены из язычников. Мы можем, Господь, также, Господь, Отче, Аллилуйя, Отец, восклицать сегодня, что мы омыты драгоценной кровью, имеем доступ во святая святых, к живому Богу, иметь общение с Ним. Спасибо Тебе за это. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Господа нашего, Иисус Христа, и Церковь Божия скажет Аминь. В самом радостном послании, да, у нас сегодня праздник, это не трагедия какая-то, да, это не какая-то печаль, хотя Иисус Христос, Он вынес все скорби, всю боль, все страдания, весь ад. В большей степени я бы хотел, чтобы мы сегодня действительно праздновали силу воскресения Иисуса Христа, потому что я верю в то, что мы сегодня вместе с Иисусом Христом не только умерли для греха, мы вместе с Ним воскресли для вечной жизни, для праведности. Аминь или не аминь. И я хочу еще одно место прочитать, но перед этим, вы знаете, ну так, я буквально коротко хотел бы просто пройтись по Ветхому Завету, в плане того, что значит Пасха по Старому Завету, мы все знаем, да, я просто так вот немножко напомню о том, что когда-то Божий народ, который был предназначен для того, чтобы, я бы скажу так на медицинском языке, для того, чтобы донести до всех народов генетику, буквально ДНК, на хромосомном уровне возможность родиться спасителем. Я правильно выразился? Ну, понятно. Для того, чтобы когда-то родилась мать Мария, которая была от колена, Давидова, по пророчествам, все должно быть, было правильно, и чтобы она зачала святого духа, и чтобы на эту землю пришел Иисус Христос. И вот когда-то по Ветхому Завету вот этот израильский народ, этот избранный народ, он попал в рабство, в котором он пребывал более 400 лет, и вопиял, конечно же, к Богу до какого-то времени, и потом Бог услышал этот вопль, и Бог принял решение вывести свой народ из рабства, из этого плена, из этого ига, и он начал искать человека, через которого бы он смог сделать это, воплотить, реализовать. И он этого человека нашел, это был кто? Это был Моисей, да, и он проговорил ему через терновый куст, через огонь святого духа, да, этот терновый куст он горел, и Бог с ним разговаривал, и Моисей это был робкий такой, кроткий человек, смиренный человек, он еще и был косноязычный человек, он плохо говорил, он говорит, ну как я могу пойти там, ну как я могу говорить, потому что я человек косноязычный. И тогда Бог дает ему обленное повеление о том, что через Аарона, через брата твоего, да, и вот начинается исход, да, мы можем прочитать целую книгу «Исход» и увидеть о том, как Бог выводил Израиля из этого египетского рабства, и Египет на то время это была такая владычествующая империя, она была очень сильная, и выйти, в принципе, было из этого рабства по человеческим меркам невозможно, ну, согласен со мной, это было просто невозможно, потому что Израиль находился в таком иге, в таком рабстве, по таким, знаете, жестким, то есть они были физически, психоэмоционально, они были просто истощены. Я хочу сказать о том, что это беспрецедентный случай в истории человечества, когда Бог сверхъестественным образом выводит какую-то нацию, потому что сравнить не с чем, никакой другой больше нации на земле не существует, которая была бы освобождена из какого-то ига или рабства вот таким вот способом, совершенно сверхъестественным, ну, мы живем в Болгарии, да, Болгария это такой очень яркий пример, в том плане, что 530 лет находиться также под османским игем, но какой ценой им, болгарам, да, могу уже сказать, нам, болгарам, досталась эта свобода, да, я был недавно в Корее, да, и когда я вышел на сцену, там одни русскоговорящие корейцы, более 500 человек, вот, из разных станов, там Киргизстана, Туркменистана, и меня представляет, к нам приехал пастырь из Болгарии, пастырь из Болгарии, из города Варны, я выхожу на сцену и говорю так, вы, наверное, успели заметить, что мы, болгары, похожи на вас, корейцев, ну, они так тоже посмеялись, ну, ты, конечно, хороший болгарин, слава Богу, очень похожий, и вы знаете, на самом деле, если сравнить, как Болгария выходила из этого рабства или как Израиль, но, конечно, мы можем понять, мы можем видеть о том, что болгарскую нацию все-таки, ну, как, выводили, пусть это невероятными какими-то, но человеческими усилиями, если говорить про Израиль, то исход был абсолютно полностью необъясним, не по человеческим канонам, это все было, каждая казнь, эти 10 казней, они были сверхъестественные, Бог давал какие-то знамения, чудеса, просто вот какие-то происходили вещи, ну, одно то, что просто Красное море, оно вот так взяло в один момент и раздвинулось, ну, где это, и когда это еще раз было, да, ну, в том плане, что нация какая-либо выходила по дну какого-то моря и прошлась вот так вот, для того, чтобы просто получить полную свободу, и потом все вот это египетское сильное войско на колесницах, оно пошло по этому же дну, и что случилось? И Красное море опять сомкнулось, и потом, когда Израиль просто повернулся, они увидели, что увидели? Только трупы, трупы, плавающие по воде. Кто это делал? Кто это сделал? Мы можем вообще, ну, как без сомнения сказать о том, что такое мог сделать только Бог. И это исторический факт на сегодняшний день, доказанный исторический факт, феномен сверхъестественного освобождения целой нации, которой было более трех миллион человек на то время, скажи аминь, но это было невероятно. Но вы знаете, вот, все это было всего лишь прообразом, потому что когда Бог повелел о том, что просто на каждое семейство просто принесите в заклание агнеца, пусть прольется кровь, потом возьмите и сопом, травами специальными, возьмите эту кровь и просто помажьте косяки к своих дверей. Вы помните это? Аминь. И это прообраз того, что должен быть заклан агнец, непорочный агнец, чистый агнец и должна быть применена заместительная кровь. То есть мы сегодня понимаем о том, что в момент молитвы, когда семейство молится, грехи в момент пролития, они просто уходят на вот эту кровь, то есть произошла заместительная жертва. И эта кровь, она была помазана на косяки, и когда ангел-губитель, это я не придумаю, это все написано в Священном Писании, он шел для того, чтобы истребить всех первенцев, в том числе и израильских, в том плане, что если какое-то еврейское семейство было бы непослушным, аминь, 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 в том плане, если бы не применили кровь, то ангел-губитель бы зашел бы и к евреям, но они были послушны, они помазали. Вы знаете, на самом деле это прообраз того, что на сегодняшний день, когда мы смотрим на жертву Иисуса Христа, это агнец порочный. Слово Божие называет Иисус Христа агнец непорочный, в нем не было порока, в нем не было ни тени греха, он во всем был искушен, но греха не сделал, у него была святая кровь, абсолютно святая кровь. И в какой-то момент Иисус Христос пострадал, я хочу сказать о том, что почему его страдания были так велики, потому что он понес вину за нас. Вот ты сегодня сидишь, да, и думаешь, ну при чем тут я, да, при чем тут вот та жертва, которая была принесена 2000 лет тому назад, но я хочу сказать о том, что у Бога нет понятия времени, Бог вне времени, скажи аминь, потому что это да и аминь, это правда. Вот ты сегодня где-то согрешил, а вот этот грех, тяжесть этого греха, последствия этого греха и не только последствия, но плата за грех. То есть кто-то должен заплатить. И вот этот грех, он автоматически уходит туда на Голгофу и приносит боль Иисусу Христу. Библия об этом говорит, мы можем ранить Иисуса Христа и сегодня, мы можем угасить Святого Духа, мы можем причинить Ему боль. Сегодня своими грехами, если мы сознательно тем более согрешаем, мы приносим Иисусу Христу колоссальную боль. И мы должны это осознавать. И поэтому стараться, насколько это возможно. Господь, помоги мне не грешить. Помоги мне быть сегодня непорочным человеком. Я глубоко понимаю о том, что моя святость сегодня не может быть абсолютной. Только у Иисуса Христа абсолютная святость. Но моя святость на сегодняшний день, она относительная. Она относительна Иисуса Христа. Если я где-то и согрешил, я бегу к кому? Я бегу к Иисусу, исповедуюсь перед Ним. И тут же кровь, написано, кровь Иисуса Христа, очищает меня от всякого греха. Аминь или не аминь? Это так. И давайте я прямо сейчас прочитаю. Тот же самый апостол Павел пишет в послании к филиппинцам. Третья глава, седьмого стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой. Да и все почитаю читой ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Чтобы познать Его, давайте мы сегодня вот просто запомним вот эту фразу. Она мне очень нравится. «И силу воскресения Его». Сегодня мы можем познавать силу воскресения Христа. Сегодня сила воскресения Христа, она действует. Она сегодня действует на этой земле, и мы можем это каким-то образом применять в своих жизнях. И участие в страданиях Его. О, вот это да. Да, апостол Павел пишет о том, что мы призваны иметь участие в страданиях Его. Для чего это все? Сообразуюсь в смерти Его. О, мы можем также участвовать в Его смерти сегодня. Как это вообще понять? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. А как нас достиг Иисус Христос? Он нас так и достиг через страдания, через боль, через то, что Он пошел на Голгостский крест, через то, что Он умер, скажи, за меня. Он умер за меня, за мои грехи и воскрес, не за счет оправдания, Он умер за мои грехи и воскрес за мое оправдание. Это лично к тебе. Это не кому-то. Это лично к тебе обращение. Братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели почести высшего звания Божьего о Христе Иисусе. Так кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят только потому, что они мыслят о земном. Они не мыслят о Христе, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все. Какую силу? Чуть-чуть выше мы читали. Силою воскресения Его. И вот об этом я хотел бы сегодня немножко поговорить, потому что это, я хочу сказать, это классно, ну это просто здорово, это замечательно. Применять силу воскресения, я могу сказать, что вся моя жизнь с момента, когда я покаялся, когда я поверил, это свидетельство силы воскресения Христа, потому что по Библии я был, в 25 годах я уже был абсолютно мертвым человеком, погрявшим в своих грехах, потерявши смысл всякой жизни, я висел на грани, я много раз об этом свидетельствовал, я был на грани самоубийства, и мне была назначена четкая дата, о том, что я знал, каким образом и когда я умру. И в какой-то момент, слава Богу за вот эту сестру, которая просто вот так пришла и сказала о том, что пошли, сходим туда, послушаешь, проповедник приехал, я пошел, но думаю, что там, пересмерть, что терять, пойду скажу, послушаю. И Бог проговорил в мою жизнь. Я хочу сказать, вы знаете, что произошло? Вот этот пример, он очень мощный. Бог воскресил меня, моя жизнь изменилась, я стал абсолютно другим человеком. В 25 лет внутри души своей я чувствовал себя глубоким стариком. И вдруг в какой-то момент я родился заново, я начал слышать голос, я начал понимать Священное Писание. Я хочу сказать о том, что сегодня в 52 года, мне 52 года, я чувствую себя на 25 лет. Вот я, знаете, ну на самом деле, то есть во мне есть сила, да, я делаю какие-то вот такие там периодические какие-то массажи, там люди приходят ко мне, там вправляю какие-то позвонки. И я чувствую, что, ну, сила есть, ну, в том плане, что просто, ну, Бог верен, потому что Он сказал мне, что я буду обновлен, моя юность будет обновляться, я буду обновлен в силе, я буду, подобно Орлу, буду там летать на вот этих высотах. И это, вы знаете, вот мое какое-то личное свидетельство о том, что мы все по Библии являемся творениями, то есть мы сотворены, мы все сотворены, то есть не только Адам сотворен, но мы все были сотканы в очреве наших матерей. Библия-то говорит, Давид пророчит, я, ты соткал меня в очреве матери моей, то есть это таинство творения. И вы знаете, это таинство творения Божьего, что Бог сотворил тебя в очреве матери твоей, Он сотворил тебя. Это не просто какая-то программа, да, и вот это творение, оно чудесное, на самом деле, то есть просто если вот так вот по-врачебному, когда я смотрю, как можно было такое сотворить? Человеческое, да, вот существо, оно настолько совершено, оно соткано воистину по образу Божьему, потому что если взять любую часть тела, если рассматривать человека на клеточном уровне, ну, конца нет. Это так сложно, что и сегодня ученые, они исследуют, 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 мы сейчас проходим тему мозга до человеческого. На сегодняшний день нет такого компьютера, который бы мог заменить человеческий мозг, самый совершенный компьютер. Я верю в то, что никогда такой компьютер не будет создан, который будет работать лучше, чем человеческий мозг. Скажи аминь. И потому что это Божье творение. Но придет время, и мы все когда-то умрем. И вот знаете, вот феномен, что нам Бог обещал. Бог не обещал нам, что Он заново нас сотворит. Бог обещал нам, что в определенный день Он воскресил. Он воскресит нас. Причем, к чему воскресит? Он воскресит нас к вечной, не просто к жизни, а к вечной жизни. Скажи к вечной. К вечной жизни. Ты веришь в это? Потому что мы вот поэтому и христиане. Христиане – это те, которые верят, что не только Христос воскрес, но и мы когда-то воскресли. Аллилуйя. И это радостная вещь, это праздник на самом деле. И вы знаете, что я сегодня практикую? Когда я столкнулся, что Библия говорит о силе воскресения Христова, я просто для себя открыл о том, что сегодня в моей жизни действует вот эта сила, сила, которую Он действует и покоряет себе все. Но покоряет себе что? Он покоряет любовью. Он не заставляет, Он никого из нас не принуждает. Это вера, которая действует любовью. И вот эта сила, она на самом деле, она вызывает какую-то взаимную любовь. Вот это таинство, когда кто-то может спросить, ну как вот у Бога получается, чтобы люди, несмотря ни на что, они начинали любить Бога, хотя Бог не заставляет никого любить. Ну только по той причине, что Он сам любит, Его любовь, она вызывает вот такую взаимность. Это феномен, это таинство, потому что Бог не заставляет нас любить Его. Но мы любим. Аминь. И вы знаете, вот эта сила воскресения, она заключается в том, что Бог возьмет что-то абсолютно мертвое, то, что уберло. Что произошло в день, когда Иисус Христос, Он на кресте сказал вот эти слова, совершилось. И потом что произошло? Завеса в храме была разорвана, разворалась сверху донизу. И что произошло? Какой феномен произошел? С могилами что? Гробницы, разверзлись. И мертвые, и святые написаны. Не все мертвые, а те, которые святых, они воскресли. И явились многим. Я вот это, я вот как представлю вот такую картину, да представьте, что вот там, вот кладбище, да, и оттуда вот гробницы начали вот так сдвигаться, и в город пошли мертвые люди, вот так вот пришли к вам, и, ну, ты понимаешь, что Он когда-то жил, Его нет, Он умер, и Он воскрес, и Он абсолютно обновленный. Это сила воскресения Христа. То есть, Иисус, Он обещает нам, что когда-то, Он не создаст нас, когда мы умрем, пройдет много-много времени, Он не создат, и не будет нас создавать заново, Он воскресит наши тела к вечной жизни. Наши вот эти тела, Он воскресит, и мы получим, Библия, Евангелие говорит четко, обновленные, новые тела, мы обновимся в силе. И вот этот феномен воскресения, он говорит, то есть, не только Иисус Христос воскрес 2000 лет тому назад, мертвые святые также воскресли, восстали из гробницы, явились очень многим. Эта сила воскресения, она действует и сегодня, но нам надо понять и научиться применять силу воскресения Христа. Моя проповедь сегодня немножко практическая, потому что я, например, не вижу, смысла проповедовать какую-то теологию, которая неприменима к нашей практической жизни. Чем я хотел поделиться? Что я открыл для себя? Я открыл, что сила воскресения Христа это действующая сила, которая покоряет себе все, если мы готовы покориться сами, со своей стороны. И когда я в своей жизни вижу какую-то область, которая еще не покорена, слышите меня? Не покорена Святому Духу, не покорена Иисусу Христу, я вижу о том, что эта область, она омертвевает. И тогда я прошу Господа, Господи Иисус, пожалуйста, приди вот в эту область, воскреси, потому что я сам этого сделать не смогу. Только у тебя сила воскресения Твоего. Скажи да и аминь. Потому что только у Иисуса сила воскресения, потому что Он первенец из мертвых, Он первый воскрес. Это да и аминь. Слава нашему Богу. И вы знаете, просто когда я вижу что-то, ну, например, какая-то область, я приведу очень такой последний яркий пример в плане того, что Бог так благоволил, и вот сейчас у нас открылся новый центр в городе Бургас, и мы благодарны нашей маме, которая, ну, выделила определенную сумму, и центр этот мы выкупили, но там, как говорится, когда мы туда приехали, мы увидели о том, что, ну, работы еще очень много. Ну, там первый мастер, которого мы наняли, он оказался, ну, немножко там, как бы так, некомпетентен, и он там, когда выставлял окно, пробил, и когда мы приехали туда с Наташей, мы жили, ну, это было примерно в середине марта, там была дырка в стене, и это было очень холодно, и нам приходилось спать на кушетках, и было, ну, просто, вы знаете, ну, как, нечеловеческие условия, в том плане, что эти климатики, которые там, кондиционеры работали, они не смогли прогревать вот это помещение, и мы начали молиться, Господь усмотри, ну, Господь, ну, просто мы не можем жить в таких условиях, но нам надо одержать здесь победу, нам надо просто высподить какие-то финансы, для того, чтобы просто вот как-то вот реанимировать вот это помещение, и вы знаете, вот Бог вот верен, когда, я глубоко понимаю на сегодняшний день, когда, если просить у Бога миллиард, ну, Бог никогда не даст вот миллиард, ну, просто по той причине, ну, может дать, если у тебя есть очень хорошая такая бизнес-программа, бизнес-план, да, и ты верен Богу настолько, что Бог, да, вот тебе могу, да, вот тебе даю, дает, и эти деньги сразу туда уходят, ну, все, Бог нас в этом проверяет, нашу верность, о том, что вот в этой сумме был верен, в этой сумме еще верен, значит, дам тебе миллиард, но, как правило, этого не происходит, в моей жизни происходит по-другому, я прошу какую-то сумму, я прошу Бог, пожалуйста, приди вот в эту область, приди вот в эту землю, помещение, которое еще не освоено, которое еще не реанимировано, я прошу силу воскресения твоего, воскреси, доценты, я не знаю, что здесь раньше было, когда мы начали молиться, и просто, вы знаете, вот это действительно по-другому, как чудо не назовешь, ну, то есть, просто нам мастера приходят, говорят о том, что вот, чтобы дырку эту заделать, вот надо сюда вот такие-то, такие-то двери там, поставить, и это будет вам стоить 800 лево, у нас этих денег нет, мы начинаем молиться, Господи, и вдруг начинает идти поток людей, которые вот, ну, на самом деле, они, знаете, вот просто это реально сверхъестественная, ну, сила воскресения, потому что эти люди приходят для того, чтобы просто вот отдать нам свои деньги, для того, чтобы просто, ну, как, они приходят совершенно сверхъестественным образом, потому что мы не делаем рекламу, это новое место, это новый адрес, и они откуда-то там узнают, вот таким, каким-то потоком, и точно в определенный день, в определенное время к нам приходит точная сумма, буквально вот, ну, в 10 лево, разница, я понимаю, кто это, это сила воскресения Христа, следующий этап, нам надо там целый такой проем, приезжает бригада, опять мы спрашиваем, какая сумма, будет 1750, ну, это примерно 800 там, 80 евро, да, вот такая сумма нужна, и мы опять, ну, откуда мы возьмем такие деньги, Господи, ну, просто, и вы знаете, вот, назначили дату, и мы просто молимся, мы по вере, опять же, поступаем, потому что мы с Натальей научились двигаться по вере, Господи, у нас нет на сегодняшней такой суммы, но мы доверяем тебе, мы верим, что в точно в определенный день ты дашь такую сумму, в четверг было назначено, что бригада приедет, будет устанавливать, они приезжают, и у нас вот ровно на это время, ровно такая сумма, я понимаю, что это сила воскресения Христа, я хочу сказать о том, что в своей жизни я научился этот принцип применять везде, если я вижу, что где-то в моей жизни какая-то сфера не покорена Иисусу Христу, слышите меня, эта сфера, она умирает, или она уже мертвая, да, и она нуждается в силе воскресения, эта часть моей души, она находится в состоянии по-медицински некроза или некротизация, то есть умерзление, я прощу, Господь, это же всего лишь отражение, то есть вот эта область не работает, но это же проект со меня самого, значит, что-то в моей жизни мертвое, пожалуйста, приди в эту область с силой воскресения твоего, и вы знаете, Бог не приходит просто так, Бог приходит, и в моей жизни, в моем случае происходит всегда так, признаешь ли ты мое господство вот в этой области, слышите меня, будешь ли ты, послушай мне вот в этой области, будешь ли ты водиться Духом Святым, скажешь ли ты мне да, и когда я говорю Господу да, Господь, я признаю господство, твое господство, Иисус вот в этой сфере, Я признаю, что ты господин, ты царь царей, вот в этой сфере. Это очень важный момент. Это очень важный момент. Потому что лукавство здесь оно не пройдет. Бога мы никогда не сможем обмануть. Но Бог к чему нас ведет? Бог нас ведет, знаете, к чему? Посвящению. Посвящению. Слышите меня? Что такое посвящение? Это когда ты действительно посвящен Богу. Когда ты отделен для Него. И сразу это... Я уже 25 лет пастор. Я могу по опыту сказать. Сразу это ни у кого не происходит. Это происходит в каком-то угленном этапе. Отдавай Иисусу. Отдавай Иисусу. Постепенно, этап по этапу. Отдавай эту сферу. Отдавай эту сферу. Отдавай эту сферу. Придет время, когда вся твоя жизнь будет посвящена Иисусу Христу. И тогда, только тогда Бог может тебя полностью и целиком защищать и обеспечивать. Слышите меня? Слава нашему Богу. Это сила воскресения Иисуса. Это сила воскресения Иисуса. И вы знаете, в нашей жизни с Натальей мы несли служение для наркоманов, для алкоголиков. Через мое частное служение прошло более 700 человек алкогольно-зависимых. Здесь начали обращаться люди. И вы знаете, феномен заключается в чем? Я понимаю, что это Иисус. Опять же, это сила воскресения Иисуса. Все люди, которые здесь уже в Болгарии обратились ко мне с алкогольной зависимостью, абсолютно все, без исключения, получили освобождение. Человеку это невозможно. Наркологическая статистика, я ее знаю, у нас в Казахстане, 0,002%. То есть на 100 тысяч наркоманов и алкоголиков только два человека по наркологической статистике получают освобождение. У Иисуса, вот здесь вот в Болгарии, да, все пришли и все получили освобождение. Скажи славу Иисусу, потому что это сила его воскресения. Просто люди пришли и они услышали весть об Иисусе. Просто я говорю, вам надо сейчас покаяться. И если вы согласитесь, мы помолимся за ваше освобождение. Хорошо, помолитесь. Покаяться, помолились, человек и свободен на следующий день. То есть просто вот по сей день ко мне приходит одна, которая получила освобождение, ну так, скажем, там Лида, не буду называть ее настоящего имени. И она сейчас со мной разговаривает на глубоко духовные темы. То есть этот человек получил рождение свыше, она задает очень такие серьезные уже вопросы. А как так? А как вот по Библии? А что вот праздновать там? Яйца варить, да, яйца красить, короче, там Пасхи, короче, куличи, вот сейчас праздник. Вот, и начинаешь вот так вот эти вещи объяснить, объяснять. Я просто еще раз скажу вот это свидетельство. Когда мы служили наркоманом в наркологическом центре, мы понимали, то есть вот приходят к нам героинщики, то есть это люди на героиновой зависимости в огромной дозировке, по одному грамму три раза в день. Это убийственно, ну понимаете, просто. И это уже на протяжении там у кого один год, два, три года, ну просто чудом он еще живой. И потом они получают освобождение. Иисус их освобождает от страшной наркотической зависимости. И они начинают в этом же центре, они начинают как-то знакомиться. Там были у нас и сестры, женское отделение, было братское отделение. Молодые люди, ну понятно, они знакомятся, потом получают благословение на брак, идут в ЗАГС, расписываются, церковь благословила. Я уже как-то делился. И потом они, девушка беременеет, они едут к гинекологу, гинеколог узнает анамнез, анамнез морби, анамнез биты, ну в том плане, что это наркоманы. И она говорит, вы что вообще думаете? Вы прошли вот такое, у тебя яичники, они не работают, они в мертвом состоянии, у тебя матка, она не работает. Ну просто вот на самом деле, то, что ты родишь, оно сразу умрет. Вот, делайте быстрее аборт. Ну это вот западные врачи вот так, ну вот мыслят. Но вы знаете, что всегда происходило? Практически всегда. Вот эти бывшие наркоманы, героинщики, они рождали абсолютно здоровых детей. Хотя я понимаю, что это по врачебным меркам, это невозможно. Потому что там мертвая ткань. Но кто может? Я хочу сказать, у Иисуса есть такая сила, которая мертвая воскрешает к жизни. И это только у него такая сила. И мы видели, одна семья родила здоровых детей. У Захаровых, Болгарин, который уже родился там в Казахстане, Михаил Захаров, у него уже 5 или 6 детей. И все они абсолютно здоровые дети. Понимаете, это чудо Господне. Это сила, которая действует и поныне, покоряет себе все через любовь Иисуса Христа. Аллилуйя! Слава нашему Богу! Вот мне бы очень хотелось, что может быть кто еще не слышал эту весть о том, что оказывается, сила воскресения и сегодня работает. Вот я хотел бы, чтобы вы не только это узнали, но научились применять. Господь, приди в мою жизнь. Ты воскресил мой дух в момент покаяния. Приди вот в эту сферу, потому что она еще мертвая. Но ты силен ее воскресить. Приди в эту сферу, приди в каждую сферу моей души. И придет время, когда Бог не только твою душу воскресит, Он воскресит твое тело. Что на самом деле просто невероятно и по человеческим векам невозможно. Но то, что человеком невозможно, Богу все возможно. Слава нашему Иисусу Христу! Давайте мы встанем, давайте мы помолимся, поблагодарим, скажем Иисусу слава, потому что Иисус воскрес, и Он воистину воскрес, и мы вместе с Ним воскресли. Слава Тебе, дорогой наш Господь! Спасибо за этот день! Спасибо Тебе за этот праздник, который сегодня действует! В силе воскресения Твоего, Господь, Ты первый не из мертвых. Ты воскрес в вечную жизнь. Ты первый, кто воскрес в вечную жизнь. Потому что и до Тебя кто-то воскресал, и после Тебя кто-то воскресал, но они не воскресали для вечной жизни. Ты первый не из, кто воскрес в вечную жизнь. И придет время. И прямо сейчас, перед тем, как мы помолимся, я просто зачитаю вот это таинство, о котором пишет апостол Павел в первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе, 13 стиха. Здесь апостол Павел пишет, «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбили, как прочие, не имеющие надежды. Без Христа мы не имеем никакой надежды». Слышите меня? Без Христа никакой надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в светении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга сими словами. Это утешение, это надежда, это праздник, это праздник моей и твоей душе. Аллилуйя! Слава тебе, дорогой Господь, за то, что ты подарил нам надежду, великую надежду, через свое воскресение, через то, что смерть не смогла тебя удержать. Ад не смог тебя удержать, потому что Слово Твое обещало, что Бог не оставит возлюбленного Своего в Аде. Грех всего мира не смог тебя удержать, боль не смогла тебя удержать. Смерть, где Твое жало? Ад, где Твоя победа? Так Слово Божие говорит. Победу нашего Господа Иисуса Христа, потому что Он победил смерть. Ключи ада и смерти сегодня в Его руке. Он победил дьявола. Он победил грех. И Он дал и даровал нам власть быть детьми Божьими. Он даровал нам свою праведность по вере. Мы сегодня не праведны по нашим делам или по каким-то заслугам. Мы праведны, потому что мы просто поверили, доверились Иисусу Христу, который и сегодня живой, живее всех живых, воскресший, восседает одесной у Бога на небесах, на высоте. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Просто покрой нас благодатью Твоей. Прямо сейчас просто коснись каждого слушающего. Пусть просто сила воскресения Твоего коснется каждой сферы наших жизней. Просто доверьтесь сейчас. Скажите, Господь, я просто доверяюсь Тебе, Владыка. Води вот в эту сферу. Пусть в силу воскресения Твоего придет Господь в мой бизнес, в мои дела, в мой дом. Я доверяю Тебе свой транспорт, Господство. Дай мне быть послышным. Господство в моем доме. Освяти мою квартиру. В моей семье будь царем. Я просто покоряюсь Тебе. Потому что только у Тебя есть сила, покорившего нас, Твоей безграничной любовью. Ты так сильно любишь нас, что ничто не смогло удержать Тебя от нас. И Ты достиг нас через свою Голгофскую смерть. И Ты был верен до конца и до смерти крестной. И дай нам так же, Господь, как Ты нас достиг, и нам достигать Тебя, Господь. Несмотря на то, что кому-то не нравится, кто-то противится, сильное сопротивление. Мы тоже сегодня претерпеваем какие-то скорби, какое-то страдание, Господь. Аллилуйя, Отец. Но мы всего лишь идем по Твоим следам. Мы стремимся к тому, что не достигли мы Тебя, как и Ты нас достиг, Твоей безграничной любовью. Дай нам возрасти в меру полного возраста Иисуса Христа. Открыть в своих жизнях силу воскресения Твоего. И чтобы нам это применять не только для своих жизней, но чтобы это можно было применять для своих близких. Чтобы эта сила проходила через нас. Чтобы она сегодня спасала, чтобы она сегодня воскрешала к вечной жизни. Чтобы она сегодня исцеляла, и чтобы она сегодня освобождала. Спасибо Тебе за то, что Ты желаешь и хочешь действовать через нас могущественно. Только дай нам быть покорными и послушными Тебе, Твоему Духу Святому, Твоему голосу, нежному и кроткому голосу. Спасибо Тебе, Господь Отче. Мы будем продолжать наш праздник. Пока мы живем на этой земле, мы будем радоваться, то, что сила воскресения, она всегда с нами, она всегда в нас. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, Церковь Божия скажет. Аминь. Будьте благословены. Давайте мы воздадим Ему славу. Спасибо. Спасибо. Спасибо.